80% жителей не хотят переходить с КСК на ОСИ. По закону с 1 июля следующего года каждый многоквартирный дом в Казахстане должен зарегистрировать свое объединение собственников имущества или простое товарищество. Оно не будет иметь право обслуживать свой дом, а должно заключать договоры со сторонними обслуживающими организациями. Почему казахстанцы так сопротивляются? В чем преимущества и недостатки новых форм управления? И куда денутся КСК, выясняла Людмила Батюшкина. Светлана Танас-Согло старшая по дому. Ни она сама, ни ее соседи не собираются отказываться от КСК и переходить на ОСИ. Главное, что возмущает жильцов, это то, что тариф поднимется в разы. Если сейчас жители платят от 15 до 35 тенге с квадратного метра квартиры, то с переходом на ОСИ тариф может вырасти до 100 тенге. То есть за трехкомнатную квартиру около 6 тысяч. Для нас это чрезмерные расходы, для пятиэтажек, это неподъемная сумма, я считаю так. Мы уже 5 лет работаем с КСК и нас все устраивает. По первому требованию, что если у нас что-то случается, по первому требованию слесаря, как бы все приходит, все устраняет, все неполадки. Мы против на переход ОСИ. В Караганде на сегодня только 24 дома согласились создать ОСИ. Простых товарищей гораздо больше, почти 1300. Но и это меньше половины многоэтажек. По области ОСИ или ПТ зарегистрировали почти 4300 домов. КСК придется или закрыться, или преобразоваться в сервисные или управляющие компании. В чем здесь плюс? Что жители сами самостоятельно, вправе, понимаете, они не обязаны. Они вправе выбрать управляющую или сервисную организацию. То есть, если их КСК, какое-либо предыдущее их, либо еще кто-то по советам кого-то, если их деятельность устраивает, а у нас есть порядком таких, если КСК, допустим, реорганизуется, либо они откроют новую организацию, то есть, да, по управлению, они, наоборот, имеют возможность зарабатывать даже больше. Галина Болдырева уже 16 лет председатель КСК. За это время, говорит, ни в отпуск, ни даже в гости надолго отлучиться не может. То авария, то поломка. Вместо себя некого оставить. Никто не хочет заниматься такой работой. Считаю, что этот закон принят поспешно, что он не будет действовать, потому что приведет к коллапсу коммунальной системы. Она будет ни жить, ни способна, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Это будет социальный взрыв населения, если все это упорядочнится, и люди начнут платить огромные деньги. А у нас население, оно не богатое, оно среднего достатка. Это закон не для народа, вот точно не для народа. Валентина Шоленберг тоже была одной из ярых противниц перехода на ОСИ, но поняла, что выхода нет и зарегистрировала ТОО, сервисную компанию. Правда, пока ни одного договора с ней никто не заключил. Зато жильцы по привычке обращаются как в КСК и просят устранить поломки. Люди на удорожание тарифа не идут. Даже 25 тенге плохо соглашаются, если не сказать, что вообще не соглашаются. Даже 25, как бы ты им не объяснял. Люди вызывают катастрофическое сопротивление. Вот мы неоднократно собирали собрание по поводу ОСИ и ПТО. Стараемся людей убеждать. Раздали людям документы на подпись, чтобы или ОСИ организовывали, или ПТО. Люди все послушали, головы покивали, но никто еще документы не принес обратно. Они сказали, да, я хочу. Каждый дом должен будет открыть два счета в банке. Один для текущих расходов, второй накопительный на капремонт. За обслуживание этих счетов банк берет минимум 9 тысяч в месяц. Эти расходы, а также налоги, зарплата председателя ОСИ и ЛПТ, услуги бухгалтера и юриста – все это ляжет на плечи жильцов. Но если к июлю 2022 года люди не организуют ОСИ или ПТО и не найдут себе управляющую компанию, дома останутся без обслуживания и в итоге не подготовятся к следующему отопительному сезону.